Аллилуйя! Витя молодец! Правда, друзья? В любой непонятной ситуации изучайте Тору. Это тоже хорошо. Спасибо Божие! Мы благодарим Тебя за Тору, Твой свет, которая назидает нас, которая кормит. Ты наш Отец, и мы благодарны Тебе, что это отцовство, оно навсегда. Мы благодарим за Слово, которое посылаешь Ты в нашей жизни. Оно имеет успех и результат. И мы видим его действия в нашей жизни, и мы наслаждаемся этим действием. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, Который даровал нам Тору. Аминь. Аминь. Итак, дорогие друзья, я приветствую вас еще раз. И сегодня я хотел бы поделиться также теми вещами, которые Бог определенное время производил в моей жизни, над которыми я размышлял. Я верю, что это будет действительно полезно для всех из нас. Мы поговорим о взаимоотношениях, поговорим о служении друг другу, о восполнении нужд друг друга. А в частности, друзья, мы поговорим об отцовстве. В течение всего того периода, когда мы с братьями проходили наши занятия, я верю, что Бог очень сильно давал мне возможность переосмыслить некоторые вопросы. И я понимаю, что вот некоторыми откровениями, которые там были, я хотел бы поделиться с вами. И на самом деле, когда мы смотрим Библию, мы видим, что очень и очень много вещей сказано вообще о Боге, как об Отце. Никому не новость из нас это, правда? Как мы молимся? Ну, если мы молимся, конечно, дома. Отче наш. Да? Молитесь Отче наш молитвой? Молитесь. Правильно делайте, я вам скажу. И для нас Он отец. Для нас Он некто, кто проявляет определенную заботу. И особенно для тех людей, которые переживали какие-либо сложности с физическими, земными отцами, вот это понимание, что у меня есть духовный отец, это исцеление. Это вот что-то особенное. И периодически можно, кстати, такое встретить. Если в вашей жизни у вас были сложные общения с вашим отцом, вам сложно обратиться к Богу и назвать Его отцом. Возможно, вы переживали нечто такое похожее. Вы можете молиться Ишуа. Он для вас друг, старший брат, тот, с кем вы растете. Но отец — это как бы отец. То есть, на самом деле, понимание духовного отца, оно освобождает. Оно дает возможность человеку почувствовать себя спокойно и уверенно. И что очень сильно радует, когда мы говорим об отцовстве Бога, что Он нас с вами любит. Вы чувствуете, что Он вас любит? Да? Нет? Да? Так, более-менее, да, чувствуем, конечно, чувствуем. Я вам скажу так, что от Него происходят все семьи на земле. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Писание говорит интересную вещь. И смотрите. Эфисянам, 3 глава, 14-15 стих. «Посему я преклоняю колени перед Отцом, которому всякая семья на небе и на земле обязана своим именем. Я преклоняю колени перед Отцом, которому всякая семья и на земле, везде, и на небе, нормально так, да, и на небе там есть какие-то семьи, обязана своим именем». То есть, Он является патриархом человечества. От Него произошли все люди. Он был в основании каждой семьи. Он является самым опытным Отцом, из которых, ну, которые когда-либо существовали. Только представьте, сколько семей Он воспитал, сколько семей Он создал, сколько детей есть у Него. И сынов, и дочек, и внуков, и правнуков, и даже, я не знаю, таких слов, да, как мы говорим по наследству, кто у Него есть. И я верю, что Бог учит нас Отцовству. Бог учит нас быть хорошими матерями. Он учит нас быть хорошими папами, хорошими отцами. И даже если человек неверующий, даже если семья не знает Бога, вы знаете, что не все плохие семьи неверующие. Многим неверующим семьям нам надо поучиться тому, как они друг с другом общаются, как они уважают друг друга, как они имеют вот чувствование друг к другу. На самом деле, я верю, что вот эти хорошие семьи, которые, если вот так вот просто навскидку, ты открываешь Писание, их можно сравнить с Писанием. Просто они не примирились с Богом еще, но они классные. Я верю, что в основе этого обучения находится Господь. Я верю, что эти отцы, они такие вот хорошие отцы, потому что Бог как-то сверхъестественно их учил через свои методы, не прямо в церкви, не прямо в общине, не прямо через Библию, но какими-то своими путями. Он научил их быть хорошими отцами. И вы знаете, я верю, что Бог может научить каждого из нас, как быть хорошим отцом. Так устроен человек, так устроен каждый из нас, что влияние отца, оно не просто желательно. Вот было бы неплохо, чтобы в его жизни был кто-то, кто называется отец. Оно очень необходимо. Мы не можем заменить отца просто так. Отец приходит в жизнь мальчика, в жизнь девочки, и он остается там навсегда, до самой смерти, как отца, так и этого мальчика или этой девочки. Каждый из нас несет в себе образ отцовства, которому мы научились от наших родителей, от наших дедушек или бабушек. Согласитесь, правда? Мы периодически, когда общаемся друг с другом, мы говорим, в нашей семье так не принято. Ну, просто не принято. А, допустим, ваша супруга может говорить, а у нас так принято. И мы понимаем, что мы несем образ своих родителей. Нашей дочке недавно был день рождения, и моя жена присылает мне смс-ку, там уже к концу вечера, с именинницей тебя. Я думаю, окей, с именинницей. Она говорит, а почему ты меня не поздравляешь с именинницей? В нашей семье не принято было поздравлять с именинниками. Ну, вот знаете, как бы вот. А у них, в их семье принято. Ну, вот так. Такие традиции, такие обычаи. Вы понимаете, да? Мы несем традиции наших отцов, даже не задумываясь об этом. Чем больше я расту, тем больше я вижу своего отца в себе. Как хорошее, так и не то, что мне нравится, то, что я бы хотел менять. Итак, отец — это надолго. И для мальчика очень важно иметь отца, потому что мальчик, он учится вот этому такому здравому балансу между твердостью и мягкостью, между грубостью и целеустремленностью. Вы знаете, как кто-то когда-то сказал, что мужская рука, она должна быть твердой, но очень мягкой, очень нежной. И этому нужно мальчиков учить, потому что, само собой, это не появляется. Девочка, она в присутствии отца учится быть красивой. Она учится адекватно реагировать на мужчин, на мнение мужчины о себе. И отец в этом плане категорически нужен, абсолютно нужен. Он тот, кто строит жизнь этого молодого человека или молодой дамы. Итак, на самом деле, быть отцом, друзья, это геройство, это подвиг в наше время. На сегодняшний момент отцовству кидает вызов все вокруг нас, абсолютно все. Весь мир, телевидение, интернет создает свои образы того, кем является настоящий герой. Кому мы должны подражать, как он поступает, как он реагирует. И это действительно очень сильное влияние. И если рядом не будет того, кто будет настоящим примером, то, скорее всего, такому человеку будет сложно формироваться, сложно вырасти. Итак, друзья, хотите стать хорошим отцом? Вот реально, хотите стать отцом в своей семье? Начните последовательно и постоянно служить своей семье. Я понимаю, сейчас жена так мужа, слушай его. Начни служить нам, так, как нам надо, постоянно и последовательно. Да, на самом деле это правда. Начните. Итак, когда мы говорим о теле Мессии, это тоже очень интересный момент. Мы с вами иногда говорим такую фразу. Существуют физические отцы, но существуют также духовные отцы. Слышали такое, да? Он духовный отец. Особенно, когда кто-то из благословенных служителей к нам приезжает. Вы помните, приезжает к нам постоянно, слава Господи, благослови его, Олан Гриффин. Да? Вы почувствовали тепло здесь в сердце, когда я сказал Олан Гриффин? Правда? А почему? А потому что для многих из нас он ассоциируется вот с этим отцовством. Правда? Мы не знаем, как это объяснить. Фактически мы мало его видим. Кто из нас особенно хорошо знает его жизнь? Кто знает? Да, Валентин Романович знает. Вот, вот, вот. А остальные? Вы знаете, как зовут его жену? А есть ли у него дети? Да? Внука видели? Ну, хорошо. А сколько детей? Трое? Или четверо? Или двое? Мы не знаем, правда? Но, тем не менее, сама суть. Он настоящий отец, мы говорим с вами. Что мы с вами подразумеваем? Что он имеет какое-то особое духовное влияние на наши жизни. Оно непередаваемо, оно нелогично, возможно. Он не воспитал нас вот так сильно, но, тем не менее, мы понимаем, что нечто созидающее приходит в нашу жизнь от его служения нам. И мы хотим быть в его присутствии. Мы хотим сфотографироваться на всякий случай, хотим как-то, ну, побыть. Но если говорить реально, друзья, мы понимаем, что он отец для своих детей в совершенно другом уровне, правда? То есть, есть его личные дети, с которыми он совершенно в других отношениях, более глубоких, более посвященных. У него есть какие-то его ученики, которые также в таком особом отношении с ним. То есть, мы всего лишь с вами находимся, скажем так, на краю этого круга общения. Но и тогда мы переживаем нечто особенное, нечто созидающее. И даже если какие-то обличения приходят с той стороны, как правило, мы легко это принимаем. В конце концов, он отец. Мы верим, что зла он нам не желает. Я задавал себе вопрос, как стать таким? Вообще, возможно ли стать таким? Я понимал, что возможно, раз он есть, раз есть подобные братья или сестры. Ну как? Возможно, для этого нужен какой-то особый дар. Может быть, какого-то, знаете, пастырства, дар пастыра. Вот и это просто отражается через этот дар. Вот когда человек обладает этим даром, тогда вот оно ему получается. Тогда у него легко, тогда все плывет, и вот ты как бы вот такой. Когда я посмотрел немного в Писание, я понимаю, что на самом деле не совсем это так. Хорошее отцовство – это последовательное поведение. Это следование определенному принципу, определенным, скажем так, шагам, которым человек учится. Просто все дело в том, что кто-то учится быстрее, а кто-то вообще не учится в нашей жизни. Поэтому так мало отцов. Просто из-за того, что отцовство подразумевает жертву, у нас мало отцов. У нас мало тех, кто хорошо влияет на нас. Нет дара хорошего отца. Друзья, это не дар быть хорошим отцом. Это решение. Это последовательные действия. И я верю, что если в общине будет много духовных отцов, вот в нашей общине, я верю, что мы сможем просто кардинально поменять вообще все то, что есть и в нашей жизни, и в жизни людей, которые вокруг нас. Я верю, что если мы правильно поставим себе вот цель, направление на развитие, на обучение духовному отцовству, все будет по-другому. Просто качественно все будет по-другому. Люди, они будут ощущать, переживать определенные вещи, которые будут исходить от вашей жизни, которые будут напрямую влиять на них. Итак, давайте немножко с вами разберем те принципы, которые лежат в основе хорошего отцовства. Как мы говорили с вами, прежде всего, это первый момент, с которого стоит начать. Жизнь каждого из нас несет в себе отпечаток отцовства. Наши земные отцы, наши духовные отцы. Многие из нас пришли из разных церквей, из разных общин. Ведь, согласитесь, когда мы пришли сюда, в эту общину, стали частью общины, мы принесли нечто с собой. Мы принесли определенное наследство сыновей. Мы принесли видение, мы принесли привычки, мы принесли то, как мы считаем, вот должно все работать. Поэтому, кстати, в нашей общине существует специальный курс по обучению перед тем, как вы станете членом общины, чтобы вы могли разобраться со своим наследием и обучиться новому наследию или новому видению, новому представлению, которое в этой семье работает. Итак, хорошо это или нет, хорошее это наследие или нехорошее, нужно принять. Оно существует, оно влияет на нашу жизнь, оно формирует нас. И в контексте нашего духовного отцовства, если мы говорим о приходе где-то извне, то мы понимаем, что определенные мирские ценности, мир влиял на нас. Соответственно, мы, когда хотим начать вот это действие возрастания в Боге, первое, что нам необходимо, нам необходимо, если так выразиться образно, поменять наше отцовство. Давайте мы посмотрим одно интересное место. Иоанна 8 глава, 37-44 стихи. Ишуа общается с религиозными лидерами того времени, и вот такой у них диалог. Смотрите. «Знаю, что вы семя Авраамова». То есть он говорит, «Я знаю, что вы наследие Авраама, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». То есть мы видим конфликт мировоззрения. Он говорит, «Я понимаю, кто вы, но тем не менее я понимаю, почему вы так реагируете на меня. Мои слова, они не вмещаются вам, они не подходят вам. Я говорю то, что видел у Отца Моего, а вы делаете то, что видели у Отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы, а теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем Бога». Ишуа сказал им, «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи Мои? Потому что не можете слышать Слова Моего. Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истине. Когда говорит он ложь, говорит свое, «Ибо Он лжец и Отец лжи». Очень интересный диалог, очень простой и понятный, да? Он говорит о том, Ишуа говорит о том, что вы не можете воспринимать определенные послания от Бога до той поры, пока вы соглашаетесь с отцовством Сатана или врага душ человеческих. Сатан, он также имеет своих сыновей, он их воспитывает их, и они учатся у него. Мы думаем, что это, какая-то школа особая? Абсолютно нет, друзья. Каждый человек, который не имеет близости с Господом, он находится в воспитании того противника, который желает уничтожить человечество. И то, что происходит вокруг нас, весь этот ужас, весь этот бардак, который есть, это та школа, которая воспитывает злых людей, да? Мы говорим, какой злой мир в это время? Это результат воспитания Отца этого мира, Сатана. Ишуа говорит, что дела, они выражают то, кем является твой Отец. Ты несешь через свои дела, через свои поступки, выражение своего мировоззрения, то, кем является твой Отец. И нам необходимо изменять эти вещи. Первое, что нам необходимо, если вы никогда в своей жизни не примирялись с Господом, если вы слышали о Нем слухом, но не привели Его в свою жизнь, не пришли к Нему, первое, что вам необходимо, это отречься от того духовного наследия сатаны или врага душ, покаяться перед Богом Небесным, принять Его как своего нового Отца, того, кто желает вас формировать. Если вы же сделали это, друзья, то также вам необходимо осознать, в каком-то смысле провести инвентаризацию своей жизни. Просто сесть, возможно, где-то, знаете, в спокойное время помолиться и, знаете, молитвенно, с листочками, ручкой, записать те вещи или те вопросы, которые пришли в вашу жизнь из прошлого, но которые по-прежнему имеют место в вашем настоящем. Это наследие того Отцовства. Записать, поговорить об этом с Господом, примириться с Господом за эти вещи и целенаправленно начинать работать в этой сфере, в этом направлении. Итак, нам необходимо примирение. Примирились. Что дальше? Вот, предположим, вы человек новый. Вы просто пришли из улицы, вы послушали проповедь, вы помолились молитвой покаяния. Что нужно делать дальше? Какой следующий шаг? Ведь мы же хотим быть хорошими духовными отцами. Следующее, что необходимо, друзья, необходимо общение с верующими людьми. Мы должны пропитаться культурой веры, культурой нового Отцовства. Поэтому обязательно найдите домашнюю группу. Пойдите в то место, где есть наставник, человек, который может вам помочь в ваших шагах. И начинайте разбираться шаг за шагом в тех основах, которые вам необходимы. Итак, предположим, что вы так и сделали. Это очень хороший план, практический. Прошло некоторое время, вы разобрались в основах, и вы понимаете, что вы уже на этот момент даже сами могли бы кого-то наставлять. Ведь согласитесь, наши дети, они могут служить более младшим детям. Правда? Если, например, нашему ребенку 10 лет, он же может вам помогать с тем, кому, например, 4 года. Правда? Это будет очень просто, но тем не менее, это будет очень созидательно и полезно. Итак, вы понимаете, что где-то вам уже лет 10 так есть, да, образно говоря, и вы можете уже кому-то служить. Пробуйте на своем уровне делать какое-то действие, принимать какие-то шаги. На каждом уровне, друзья, каждый из нас влияет на другого человека. Итак, что же нам делать? Как служить этому человеку? Когда мы говорим о духовном отцовстве, мы должны понимать одну важную вещь. Отцовство подразумевает внимание или причастность к жизни того человека, которому ты служишь, для которого ты являешься духовным отцом. Если вы встречаетесь, например, раз в год, раз в полгода, раз в три месяца, тогда, ведь согласитесь, вы не можете эффективно влиять на человека, правда? Ну как вы можете влиять, если каждый раз ваш разговор начинается с того, ну как там прошло последние там, например, последних три месяца твоей жизни? Чем меньше вы встречаетесь с человеком, тем меньше вы можете на него влиять. Почему такой успех, например, социальных сетей или интернета, или различных реклам? Потому что люди каждых пять минут туда лезут. Они смотрят, и это влияет на них, это формирует их мышление. Итак, всегда помните, чем больше времени вы проводите с человеком, тем больше вы влияете на него. И в древности этот принцип работал очень и очень хорошо. Мы помним, что Израиль сам по себе был аграрным обществом. Иными словами, они были в большинстве своем крестьяне, которые работали с утра до вечера на поле. И вы помните, как было это организовано? Не то, чтобы родители утром встали, начинается там кормить животных на поле, а дети где-то к обеду. Это современное село. И то таких детей, которые приезжают с города. На самом деле все было очень просто. Вся семья подымалась и шли вместе работать. Вот отец, вот дед, вот сын. За одним плугом, за одной лопатой, за одним топором. И делают какое-то совместное действие. Это очень, знаете, давало хорошую возможность принимать участие в жизни сына. Отец, он постоянно был в курсе, что происходило в жизни сына. Не было такого, знаете, неожиданных пируэтов каких-то. Но наше современное общество построено по другим принципам. Как мы выглядим? В 7 часов утра в доме кипиш. Все бегают. Каждый занят своей какой-то идеей. Тот спешит в университет, тот в школу, тот в садик, те на работу. Разбежались. Да? После работы каждый занят своим. Мама на кухне, папа в футболе, дети по разным тренировкам или где-то гуляют. Встречается практически очень и очень редко, друзья. Статистика ужасная, честно говорю. Такого вот, чтобы отцы современные сидели и разговаривали со своими детьми, очень и очень мало. До получаса в день. С одним ребенком отец проводит в среднем. Так что вот просто садится и целенаправленно с ним разговаривает. Обычно все куда-то бегут. Итак, совместная работа, она очень сильно помогает вообще привлечь сына к деятельности отца. Если мы говорим о духовном отцовстве, как это может выглядеть? Это может выглядеть таким образом. Я собираюсь посетить кого-то. Пошли со мной. Я помню, Валентин Романович рассказывал о том, как пастор Олен служил ему в таком контексте. Он собирался куда-то ехать, даже просто ехать там, знаете, пообедать, например. Поехали со мной. Не было каких-то, знаете, идей, что вот мы едем, а я тебя именно назидаю. Я именно вот тебя всю дорогу тебе проповедую, а ты должен именно всю дорогу каяться и внимать, и ловить каждое слово. Нет, основная идея, я принимаю участие в твоей жизни. Ты мне расскажешь о том, что у тебя произошло, я тебе расскажу, что у меня произошло. Мы встретим какую-то ситуацию, ты увидишь, как я реагирую, и запомнишь, что так нужно реагировать. Так поступают хорошие отцы, так поступают правильные родители. Я здесь вот, вот он меня подрезал, а я его не послал, но промолчал. Вот как надо ездить в машине. Понимаете, да? Так влияют отцы, так делают хорошие отцы, правильные отцы. То же самое, друзья, хотите быть духовным отцом, проявляйте участие в жизни того человека, о котором вы заботитесь. Смотрите, как интересно это было построено в Израиле. Второзаконие, 6 глава, 6-9 стихи. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твои, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах дома твоего». Иными словами, вот ты живешь, а он живет рядом с тобой. Он достижим, ты достижим для него. И ты живешь жизнью духовного человека, верующего человека. И твой сын, он учится тому, как поступать, как практически применять Писание в повседневной жизни. И очень важно, друзья, вот такое внимание, оно включает в себя понятие доступности. Это так классно, когда вы можете поговорить со своим духовным отцом, когда он для вас не какая-то вершина недостижимая, но человек, которому вы можете позвонить, с которым вы можете поговорить, с которым вы можете поплакаться, который может вас даже поругать и как-то подкорректировать. Он доступен вам, когда вам это необходимо. Понятное дело, что для того, чтобы вообще это было возможно, нужно понимать, что придется жертвовать какими-то своими интересами. И по-другому, друзья, не будет. Вы просто должны это понимать. Отцовство, настоящее духовное отцовство, так же, как и физическое, оно невозможно без вашей жертвы, без вашего решения отказаться от чего-то приятного. Мои дети иногда говорят, давай будем смотреть какой-то мультик. Я его не хочу смотреть, честно вам скажу. Я бы спокойно почитал сейчас, но я смотрю хотя бы одним глазом. Почему? Потому что я понимаю, что они хотят, чтобы я разделил их жизнь. Они хотят, чтобы я разделил их ценности, их интерес. Они рассказывают мне о каких-то своих вещах. Я понимаю, что для меня это не трагедия и вообще не история. Но, тем не менее, для них это мир, для них это важно. И пускай они звонят мне и рассказывают об этом. Потому что, если я их не буду слушать, то найдется тот, кто их послушает, но я не знаю, чему он их научит. Скорее всего, не тому, что я хочу, а тому, что хочет он. Итак, участие – один из первых принципов отцовства, как духовного, так и физического. Следующий момент, друзья. Духовный отец – это человек очень и очень предсказуемый. Замечали это? Как это работает на практике? Например, вы встречаете кого-то, и кто-то вам рассказывает. Вот видел такого-то брата, предположим, вашего отца, который попал в такую-то ситуацию. Ну, скажем, в мелкое ДТП какое-то. И ты знаешь, как он себя повел? Да? А ты знаешь. Знаешь, почему знаешь? Потому что ваш отец предсказуемый. Ты знаешь, лицо никому не бил, ни с кем не ругался, скорее всего, махнул рукой и уехал. Да? Или нет? Ты знаешь своего отца. Отец предсказуемый для тебя. И хороший духовный отец, он также предсказуемый. Предсказуемый в святости, предсказуемый в ценностях, предсказуемых в реакциях. Ты понимаешь, что от него можно ожидать. Ты понимаешь, какая будет реакция, если ты придешь и скажешь, «Отче, согрешил против тебя и против неба». У тебя нет внутри такого состояния, что я не знаю, как повезет, сейчас меня либо убьют, либо меня наградят. Ты четко знаешь, сейчас, короче говоря, я отгребу, но потом меня помилуют. А потом все будет хорошо, потому что я знаю, что у нас есть взаимоотношения, он поступал так вчера, третьего дня, и это нормально. Когда дети понимают, что их отцы предсказуемы, это дает им возможность иметь в сердце мир, и покой. И когда мы с вами говорим о природе Бога, как Отца, мы часто подчеркиваем, что Он, что? Не меняется. Правда? И нас это очень радует. Мы можем в разном сомневаться, но мы говорим, Бог есть любовь, и Он меня любит. Все. Это аксиомы, на которых строится наша вера. Мы знаем, что даже если Он гневается, то Он все равно нас помилует. Погневается, возможно, накажет, но, в конце концов, все равно помилует. И написано у Якова, 1 глава, 17 стих. Все доброе, что даруется, и всякий совершенный дар свыше, ибо не исходит от Отца небесных светил, который не изменяется, как уклоняющаяся тень. Это тоже перевод нового мира. Смотрите еще раз. Все исходит от Отца свыше, Отца небесных светил, который не изменяется, как уклоняющаяся тень. Иными словами, вот обстоятельства поменялись, и тень поменялась. Солнце поменялось, да? Время немножко прошло, и тень поменяла свое направление. Так вот здесь написано, что Отец Божий, Он не меняется, как эта тень. Не будет такого, что вот поменялись обстоятельства, и Бог говорит, ну да, ты знаешь, вообще-то я милостивый, но ты знаешь, сейчас такое время, я не могу быть милостивым, поэтому я буду вот таким. И ты думаешь, ничего себе, а через неделю Он снова вернется в обратное состояние, или только хуже будет. И представляете, если вы будете знать, что вы не знаете, что будет дальше, как Он отреагирует, вы будете в постоянном напряге, в постоянном таком состоянии не расслабиться, потому что неизвестен результат. Итак, друзья, когда мы понимаем предсказуемость Бога, мы расслабляемся внутри. Мы знаем, как Ему угодить. Он нам конкретно говорит, вот вам заповеди, я бы хотел, чтобы вы их исполняли. И мы знаем, как Его не разочаровывать, потому что Он также говорит, вот вам заповеди, не делайте этого. Все очень понятно и ясно. То же самое, друзья, когда мы говорим о духовном отцовстве. Это важно помнить. Духовный Отец является человеком предсказуемым. Предсказуемым. Следующий момент. Вы учитесь этим принципам, но вы понимаете, что чего-то все же вам не хватает. Чего? Вам нужно знать своего сына. Ну, казалось бы, что это такое? Что это значит? Знать своего сына. Хороший Отец, он реально знает, что реально для его сына, а что нереально для его сына. Нет каких-то мистических таких ожиданий, которые вот просто невозможно выполнить. Что я имею в виду? Когда мы знаем характер наших сыновей, мы можем адекватно влиять на процесс обучения. Мы понимаем, что разные люди учатся по-разному. На одного надо строго и даже ногой топнуть, а с другим надо сесть и просто поговорить. И этого достаточно. Писание говорит, что на мудрого сына разговоры лучше действуют, чем на глупого сто розг. И это правда. Есть такие дети, ты его лупи хоть целый день, ничего не доходит. Ему нужен свой подход. С ним нужно разговаривать. Шикарная история. Это история Иова, которая это показывает. Иова, 1 глава, 8 стих. Вы помните ту историю, когда пришел Сатан в присутствие Божие, и вот у них есть определенная дискуссия о Иове, о духовном сыне Божьем, да, о Иове, Бога, духовном сыне Бога. И там написано, «И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Бог четко знал пределы Иова. Бог четко понимал, на что Иов способен, а на что не способен. Друзья, и мы видим, что он настолько был в этом уверен, что говорил, «Пожалуйста, испытывай его». Я открыт. Я не сомневаюсь в том, что у него есть правильное основание. И мы видим, что Сатана, он включает целый механизм уничтожения, и ничего не срабатывает. Почему? Потому что Бог точно знал, что находится в сердце Иова. Так и духовный отец, он прекрасно понимает, на что способен его сын. Может ли он потянуть это служение, или не может. Может ли он, как бы, одержать какую-то победу вот здесь, сейчас, и немедленно, или не может. И это дает ему возможность иметь милосердие, иметь милость, иметь правильный, адекватный подход к тому, о ком он заботится. Подобрать какие-то методы обучения, не давить на человека, если он просто не может. Понимаете, да? Просто не может. В нашем обществе есть очень множество таких, знаете, стереотипов того, как должны выглядеть определенные служители, как должны выглядеть лидеры. И, возможно, вы знаете, такие есть категории, они не библейские, но, тем не менее, они существуют. Понятие интроверта и экстраверта. Слышали, да? То есть, есть дети, которые по-разному, ну, не только дети, каждый из нас по-разному реагирует на мир. То есть, интроверт – это человек, у которого все происходит внутри. Это люди, которые могут иметь глубокие мысленные процессы, они могут быть мыслителями, им очень несложно делать какую-то нудную, спокойную работу. И они легко это делают, справляются, они не скучают. Есть люди-экстраверты, те, которые не могут делать такую работу, им нужны события. Это люди-события, люди-людей, которые окружают себя людьми, они хотят быть в обществе, хотят, чтобы их хвалили, и чтобы там было все, знаете, как бы, кружите меня, и давайте будем танцевать, и всем будет хорошо. А им говорят, не подожди, ты должен сесть и спокойно пописать вот это. Не могу, это ужас. Это ужас. Не устроены так дети. Понимаете, да? Вот именно экстраверты. И в нашем обществе христианском мы имеем определенный образ лидера. Это важно понимать, друзья. Каким должен быть лидер? Лидер обычно в нашем понимании соответствует образу экстраверта. То есть это человек, который на сцене, который умеет шутить, балагурить, который и на ноге постоит. Максим Максимов. Понимаете, да, о ком я говорю? Вот это типичный, яркий экстраверт, который выражает себя, во всех категориях, по-разному. Он вам и спляшет, и сценку покажет одного актера в ролях, и вы будете смеяться, а потом вы уйдете и спросите, о чем была проповедь? Понимаете, да? Ну, то есть было весело, круто, но может быть вот так. Здорово. Допустим, если мы говорим об интровертах, это Виктор, вот Тору комментировал перед нами, да? Спокойный человек, но выдает какие вещи, да? И нужно немножко терпения, чтобы таки это послушать и запомнить, и что-то с этого иметь. Есть чему поучиться. У нас в церковном восприятии лидер должен быть экстравертом. Но что делать с интровертами? Ведь их половина общины. Понимаете, да? Давайте их задвинем. Они скучные. Я вам скажу, есть еще третий, есть такое понятие, как амбиверт. Это такие у нас слова сегодня. Это серединка. Между тем и тем. Такие люди тоже существуют. Они приспосабливаются легко и в ту сторону, и в ту сторону. Ну, это отдельная как бы тема. Но, вот, суть. Мы имеем ожидания. Но часто мы не умеем использовать те дары, которые есть. Ведь интроверт, это не то, что он сам, вот как бы, знаете, захотел и стал таким. Бог его создал таким, правда? Создал для каких-то целей. Экстраверта Бог создал для каких-то целей. Поэтому нам необходимо уметь выслушивать и того, и тормозить того. Да? И мы будем иметь благословение. И Божий Отец, он понимает каждого из этих людей. Он выходит навстречу, он распределяет дары таким особенным образом. Он помещает в тело и говорит, вот я хочу, чтобы ты здесь служил именно вот так. Именно таким образом. Когда вы, как духовный отец, ведете кого-то в домашней группе или просто по жизни, вы должны понимать эти вещи. И вы не должны от интроверта ожидать, что он будет скакать по сцене и говорить, что ты за тормоз такой. Вот есть у меня вот тот, вот это, короче, звезда Ютуба. Каждый раз, когда он выходит на сцену, Ютуб просто срывает все рейтинги. Вот просто вот то, что он там. Ты не можешь сравнивать этих людей. Это разные люди. Это разное мировоззрение, разное понимание, разные ценности и разные подходы к жизни. Поэтому мудрый отец поручит одному одну работу, и она будет шикарно сделана, а второму другую работу, и она тоже будет шикарно сделана. Итак, хороший отец имеет реальные ожидания от своего сына. Он знает, на что тот способен, а что ему не по плечу. Следующий момент. То есть мы с вами разбираем принципы хорошего отцовства, как физического, так и духовного отцовства, заботы о ком-то в духовной сфере. Хороший отец или отцовство, оно подразумевает также попечение или заботу. Что я имею в виду? Это понимание того, вообще, как устроена жизнь вашего сына. Физическая жизнь. Имеется в виду, где он живет, что он кушает, какие у него семейные обстоятельства, какое у него было прошлое, какое у него взаимоотношение, может быть, с его близкими, родными, может быть, с матерью физической или с физическим отцом. То есть это понимание того, ну, вот что у него есть, а чего нет. То есть иными словами, духовное отцовство, оно выходит за рамки общины, за рамки собрания, друзья. Невозможно быть хорошим духовным отцом, если вы просто, вот знаете, здравствуйте, суббота, встретимся через субботу, и до свидания, все, вот я вас уважаю, вы меня уважаете, давайте любить друг друга, я отец, вы сын. Отлично, договорились. Так не работает это. Ты должен знать, как живет твой сын. И Ешуа учит нас принципам веры и упования на помощь Бога в бытовых вопросах. Вы знаете, что он хочет усматривать для нас решение этих, вопросов и посылать нам ответы на эти вопросы. Давайте откроем Матфея 6 главу, 31-33 стих. Там написано следующее. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Иными словами, поиск Царства Божьего включает в себя ответственность честно работать, занимать активную позицию по жизни. Но мы не должны просто забрасывать все наши дела и говорить, окей, я занимаюсь служением, пускай Бог занимается всем остальным, не буду где-то даже палец о палец ударять. Но когда мы говорим о контексте отцовства, мы видим, что духовный Отец, он точно знает нужду своего Сына, и он открыт в том, чтобы посылать Ему помощь, чтобы помогать Ему. Возможно, финансами, возможно, как-то материально, какой-то поддержкой, но помогать, возможно, поддерживать обучение или какие-то другие сложные этапы своего Сына. Аминь? Аминь. Это очень важно. Духовный Отец. Это позиция, в которой необходимо постоянно возрастать. Не будет такого момента, когда вы скажете, ну окей, значит, вот как в институте, например, вы учитесь, и вы сдали один экзамен, третий экзамен, четвертый, и в конце вам торжественно вручают диплом Духовного Отца. Ты сжигаешь все свои конспекты, и ты, короче, именно Духовный Отец. Так это не работает. Этому учится всю жизнь. Это то, в чем необходимо возрастать. Духовный Отец сам растет духовно. Услышьте это, друзья. Нельзя научиться духовности один раз навсегда. Нельзя вот просто один раз прочитать Библию и сказать, я ее не читаю, потому что читал. Не люблю читать два раза одну и ту же книгу. Нужно читать, нужно вникать, нужно возрастать. По-другому не бывает. Если ты хочешь быть взрослым, нужно прикладывать к этому усилия. И здесь речь идет о духовных практиках и о духовных дисциплинах. Мы с вами много раз говорили об этом. То есть дисциплины – это то, что помогает нам формироваться. Это упражнения, которые формируют нас. Это посты периодические, но они регулярные. Это участие в каких-то служениях. Это и хорошо, правильно развитая духовная, молитвенная жизнь. Это способность наставить в слове, способность толковать слово, способность говорить, способность назидать. И дать во всем этом необходим рост. И знаете, способность нести ответственность – это очень хороший критерий нашего роста. Чем больше ты растешь, тем больше ответственности ты можешь нести. Вы встречали это в обычном, таком жизненном понимании? У вас родился маленький ребенок. Первый ребенок в вашей семье. Ужас. Он классный, я имею в виду, что делать. Как его взять на руки? Мне недавно предлагали подержать маленького ребенка. Я боюсь. Он маленький. Понимаете, да? Когда у меня росли свои, я не боялся. То есть было приучено как-то тело. Но здесь я понимаю, а вдруг что-то сломается, а вдруг что-то пойдет не так. Давайте лучше вы подержите, а я скажу – класс. Но когда ты растешь в этом, правда, все происходит быстро и естественно. Тынц, тынц, повернул, нам вытер. Вообще ты даже не заморачивайся об этом. И всем все хорошо. То есть отцовство – это рост. Рост в ответственности. Так и в духовных вопросах, друзья. Сначала ты можешь сделать вот так вот чуть-чуть от пункта А в пункт Б. Тебя хватает на то, чтобы с ним поговорить. Но через время ты понимаешь, что ты уже активно участвуешь в жизни своего духовного сына. Ты помогаешь ему в том, ты в курсе, ты растишь его. Потом вы вместе идете в первый класс, потом заканчиваете школу, потом в институт, потом вы жените его вместе, а потом внука вместе растете. Вы растете вместе со своим сыном. И растет ответственность. И для вас это не безумное бремя. Если бы вас сразу поместить в конечную верхнюю точку, вы бы, конечно, не выдержали. Но вы растете. И это очень и очень нормально. Вы помните такую интересную историю из 1-го царства 2-й главы? Мы не будем рассматривать его во всех деталях. Это история о первосвященнике Илии и о его сыновьях. Помните, да? Был первосвященник. Не очень хороший. Почему мы знаем, что он был не очень хороший? Потому что Бог сказал, ты не очень хороший первосвященник. Есть у меня к тебе вопросы. И из-за твоих вопросов мне придется весь ваш род остановить. Он не воспитывал своих детей. Вы помните то, что происходило вообще тогда? Эти люди, которые росли в его семье первосвященнической, дети верующих родителей, фактически, высокого и социального, и вообще материального уровня. То есть они были, мягко говоря, не бедные люди. Они позволили себе все, что угодно. Они то, что там описывается в Писании, творили вещи, которые запредельные. Народ роптал. И Илий, он понимал, что они грешат. В 1-м царш 2-й главе 12-13 стихе написано так. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. И Бог конкретно берет Илия в сторону и ставит ему в вину их поведение. Это вопрос духовного роста Илии. Где-то в какой-то момент он сделал правильные вещи, он стал первосвященником, он освящался, там и делал, делал. Но в какой-то момент он перестал духовно развиваться. Он перестал нести духовную ответственность за свою собственную семью. И приходит Божий суд. Божье жесткое, серьезное наказание. Когда вы посмотрите вот вторую главу, вы увидите, что там через Самуила Бог говорит такие вещи о том, что просто, ну как бы, как нет уже назад пути. Как будто точка невозврата уже пройдена для этой семьи. И Илий, он не пытается ничего изменить. Он просто говорит, ну хорошо, Господь так сказал и сказал. Мы знаем, что потом было сильнейшее поражение в Израиле и в этой семье. Итак, это приводит нас к следующему, друзья, принципу нашего с вами отцовства. Отец, он всегда стремится возрастать в святости. Он стремится возрастать в святости. Не просто духовности, но святости. Речь идет о той борьбе, которую имеет фактически каждый мужчина на земле. Иными словами, я говорю о похоти, я говорю о гордыне, я говорю о сдержанности и других моментах, которые мешают нам быть зрелыми. 1 Коринфянам 6 глава 12-13 стих учит следующему. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог дарует нам праведность. Когда мы примиряемся с Богом, когда мы приходим к Нему, когда мы просим прощения за свои грехи, Он дает нам возможность правильно стать по отношению к Богу. Это называется праведность, друзья, кто не знал. Святость – это нечто другое. Праведность и святость – это не синонимы, это разные понятия и разные слова. Святость – это процесс нашего духовного роста, который продолжается всю нашу жизнь с вами. Праведный дотворит правду, то есть пускай он стоит правду правильно перед Господом, святой, написано, да освящается еще. То есть это настоящее продолжительное время. Святой человек сегодня, он должен освящаться в течение своей жизни. Мы получаем праведность как дар через Ишуа Мессию, но мы ответственны в том, чтобы являть святость перед Господом. Это значит победа над грехами, это значит развитие своего духовного человека, торжество духа над плотью. И это процесс, за который мы с вами ответственны. Итак, духовный отец, так же, как и физический, он ответственный за то, чтобы являть святость, чтобы дети видели, что он отделяет это. И когда, знаете, вы смотрите вместе кино какое-то и показывают что-то непристойное, отец ответственен за то, чтобы закрыть свои глаза и глаза своего сына. И пускай дети этому учатся. Ответственен поправить какое-то слово, которое неправильно. Ответственен в том, чтобы извиниться за свое поведение, если оно было неадекватным или каким-то неправильным, если он накричал, или он, если поступил там грубо, или еще каким-то образом. Ответственен. Так растут духовные отцы. Посвятите себя этому, друзья. Как мы говорили в самом начале, отцовство это надолго. Надолго, надолго. Нельзя просто начать взять какого-то человека, поиграться с ним, бросить потом и сказать, ну, а что тут такого, я же все же занимался ним. Это не называется отцовством. Это называется так, я в гости пришел. Знаете, как дети провожают проповедника на служение, бегают вокруг него и говорят, тату, тату, приходите до нас еще, вы такие классные, будем играть все разом. Понимаете, да? То есть так редко его видят, что даже и не знают, кто это такой в доме. Друзья, посвятите себя отцовству. На это нужно потратить время. Поэтому, друзья, если мы бросаем человека, так появляются сироты. В нашем обществе, в наших церквях, в наших общинах огромнейшее количество духовных сирот. Те, кто бродит сам по себе, вот как-то где-то нахватался чего-то, кто-то поучаствовал в их жизни, ну, ровно на здрасте, а потом сказал до свидания. И этим все закончилось. Я думаю, что если мы действительно серьезно отнесемся к этой теме, если мы действительно для начала хотя бы возьмем вот эти принципы, о которых мы с вами сегодня говорим, и начнем их применять в своей жизни, однозначно лицо нашей общины будет другим, лицо нашей жизни будет другим. Это труд, который, в общем-то, непростой, и за него нужно нести ответственность. Это процесс. И совершенно понятно, друзья, что для того, чтобы быть хорошим духовным отцом, ты не можешь заниматься большим количеством людей. Правда? Ну, вот это же реальность такая. Как вы можете, если у вас, например, 50 детей, можете вы быть для каждого из них хорошим отцом? Вы не сможете. Просто физически вас не хватит, чтобы каждого выслушать, чтобы принять участие, чтобы повлиять и так далее. Это будет... То есть чем больше, тем слабее ваше влияние. Понимаете, да, принцип? Поэтому, когда мы говорим, окей, духовный отец – это должен быть пастырь, должен быть именно вот лидерский состав общины, а все остальные как бы где-то там, это не совсем правильные ожидания, не совсем честные ожидания, друзья. Ни один пастырь не может быть духовным отцом в том контексте, в котором мы говорим, для всей церкви или общины. Улавливаете, да? Даже Ишуа, когда он ходил со своими учениками, он влиял на все общество. Но особое место у него было уделено 12 человекам, да? Своим ученикам. Он влиял на них. И мы знаем, что его влияние было настолько правильным, что это изменило весь мир после его смерти. Он вложил в них то, что способно было переменить весь мир. Поэтому, друзья, духовное отцовство – это вызов для каждого человека, кто находится здесь сегодня. Я призываю вас стать духовными отцами, духовными матерями, теми, кто растит здоровых детей, растит здоровых последователей Господа, кто является примером. И вы знаете, что идеально вся эта структура возможно реализоваться через домашние группы. Сегодня день домашних групп. И я верю, что это правда. Потому что если вот этот принцип, он будет развит, подхвачен и углублен в домашних группах, все изменится. Многие вещи, они перестанут стоять на повестке денной, потому что просто они будут решены. Один будет учить другого, другой будет учить третьего, каждый на своем уровне, кто как может, но тем не менее, это будет процесс созидания. И я верю, что это библейский процесс, в котором Господь реально благословляет. Сосредоточьте себя, если вы несете какое-либо служение, на небольшом количестве людей. Но посвятите себя служению этим людям. Принимайте участие в ихней жизни, заботу, осведомленность, поддерживайте их, будьте для них примером святости, чистоте, вашей последовательности, будьте предсказуемы для них в тех духовных дисциплинах, которыми вы занимаетесь. Занимайте активную позицию в жизни, друзья, занимайте активную позицию в теле Христа. Я призываю вас стать духовными отцами и духовными матерями. Аминь. Это сложно, это надолго, но в этом есть благословение и есть плод. Давайте мы помолимся вместе. Святой Господь, Ты наш Отец Небесный. Мы хотим научиться от Тебя этому Отцовству. Мы хотим, чтобы о каждом из нас, тех, кто находится здесь, говорили, это Отец, это Мать, это те, кто созидают, это те, кто влияют, это те, кто изменяют наши жизни. Мы хотим, Боже, соответствовать этим стандартам, мы хотим научиться, как поступать правильно. Боже, мы страдали долго от безотцовщины, страдали долго от такого брожения, непонятно где и как. Но, Господь, я верю, что приходит время остановки, приходит время роста, приходит время Божьей изменений. Научи нас как. Помоги нам применить практически эти шаги, о которых мы сегодня говорили. Помоги нам это, размышлять об этих принципах, помоги нам принять их в свою жизнь. Святой Боже, мы благословляем Тебя как Отца, мы благодарим Тебя как Царя, мы превозносим Тебя, и, Боже, мы учимся от Тебя во имя Ишуа, Мессии. Амин. Аминь. 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 Аминь.